В 10 километрах от Казани есть уютный уголок природы с кристально чистой водой под названием Голубые озера. Посмотреть на них съезжается со всех уголков нашей необъятной страны, но в скором времени от Голубых озер может остаться лишь одно название. Постоянное рекреационное воздействие негативно сказывается на состоянии водоемов, что может привести к полному заболачиванию уникального водного объекта. Интенсивная антропогенная нагрузка приводит к тому, что повсеместно поступают в водоем загрязняющие вещества. Они поступают с тела купающихся людей. Водоемы же крохотные, а с тела каждого человека поступает несколько сотых миллиграммов азота, фосфора, моющие средства и так далее. А я не говорю про то, что обнаруживается еще замусоривание по берегам. Часто люди оставляют после себя все продукты своей жизнедеятельности на берегах. Мусор, пластик, как говорится, отходы. И все это, попадая в водоем, естественно, приводит к одному особому свойству. К заболачиванию озер, к загрязнению. Купание в водоеме не единственная причина их заболачивания. Неправильное благоустройство также сыграло свою роль. В 2013 году здесь озеро спускали, Большое Голубое озеро, когда затонула спецтехника. Соответственно, это привело к тому, что вот эти илы высохли. Хотя это был не очень долгий период, но это был зимний период. Высохли, замерзли. Погибли многие заросли зеленых мхов. И вот эти удивительные свойства, они стали теряться. И вот если раньше озеро было на всем протяжении Голубое, не только в Большой Пучине, как нам часто говорят, ну вот же Пучина Голубая, да, и демонстрируют эти кадры с водолазами. Оно было Голубое на протяжении всех этих полутора километров, его длины, оно было Голубое. Появилось предложение включить Голубые озера в туристический рекреационный маршрут. По словам Нафисы Менгасовой, идея неплохая, но подойти к вопросу нужно очень осторожно. Мы рекомендуем на эти озера прийти полюбоваться, как любуются на Ниакарский водопад. Понимаете, просто прийти и полюбоваться его красотой. Сделать там смотровые площадки, полюбоваться. Может быть, сделать спуск воды, потрогать эту воду. Но не надо туда организовывать заплывы, не надо использовать там дайвером, скажем так, в коммерческих целях и так далее. Это же все приводит к разрушению текарства воронок, приводит к разрушению вот этих уникальных ключей, которые подводные, которые идут. Поэтому надо быть очень осторожными. Уникальный водный объект находится под угрозой исчезновения. А всему виной люди, которые не понимают ценность голубых озер. Там и машины моют в большом голубом озере. Представляете? Вот представьте этот ужас. В уникальном водоеме моют машину. То есть моют машину. Кругом остатки, как говорится, шашлыков, объедков и так далее. Застройка подошла, лес где-то рубит и так далее. Вот бани стали ставить. Представляете, что там бочки ставят бани, и люди разгоряченные оттуда со всеми своим потом, со всеми своими остатками, остатками пусть даже мыльных веществ ныряют в это озеро. Да это же смерть для этого водоема. Да поймите же, если вы будете в них продолжать купаться таким количеством людей, эти озера просто, они исчезнут у вас на глазах. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.